всем привет друзья с вами skyward и сегодня у нас пойдет речь о клоне меха рик в 2 сайта redsigar погнали ну что ж друзья приходит данный мех вот в такой вот коробке опять же как и в ситуации саб-зиро коробка очень похожа на оригинальную то есть по коробке в принципе не отличишь то есть здесь как бы логотип компании сделавший данный мех здесь версия меха в принципе на коробке как вы видите больше ничего нету а ну также на коробке еще указан цвет этот мех доступен в черном как у меня белом и в красном цвете как у нас выглядит коробка изнутри то есть здесь также логотип компании сайт и хэштег по которым можно найти эту компанию в инстаграме опять же все эти ссылки указаны на оригинальную компанию вот как у нас выглядит сам мех то есть здесь у нас версия и серийный номер здесь у нас неотъемлемая часть рига это вышка за которую он всем полюбился потому что в плане дизайна как по мне он очень минималистичные мне очень и очень нравится на кнопке у нас также логотип компании и надпись american мэйд которая присутствует на оригинале на клонах с fast edge с гербеста нету серийника и нету надписи american мэйд на кнопке здесь же данный клон очень и очень похож на оригинал но на оригинале вот эта вышка она немного выше и в принципе по внешнему виду больше отличий никаких от оригинала я не вижу единственный косячок что вот 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 в этом вот месте он пришел с отколотой краской то есть вот эта краска не искололась процессе использования она такой была самого начала собственно здесь у нас медная площадка под ваш атомайзер давайте его разберем и посмотрим из чего он состоит собственно сама кнопка разбирается вот так вот нужно чем-то прижать пин и откручивать кнопку в оригинале есть специальный ключ потому что на верхней части пина есть отверстие которые я вам сейчас покажу вот собственно вот в эти отверстия вставляется ключ и кнопка раскручивается без всяких усилий но склоном данного ключа в комплекте не идет также у нас есть здесь изолятор который я щас попробую достать вот вот из чего состоит данный мехмот сама трубка трубка как вы видите очень жирная очень очень тяжелая потому что здесь действительно хорошая толстостенная медь качество резьб в принципе неплохое единственное что когда этот мех пришел резьбы были очень грязными и все это пришлось чистить но стенки у меха нереально жирные мех очень тяжелый увесистый и мне это нравится такая же ситуация у нас обстоит с пином как вы видите что рабочая часть что сам пин очень очень толстая качество резьб тоже в принципе неплохое здесь резьбы были чище чем на коннекторе под площадку вот в принципе сам пин выполнен очень хорошо здесь у нас достаточно плотная пружинка пластиковый изолятор и собственно площадка под атом которая одинаково с двух сторон и у нее есть отверстие чтобы ее было проще открутить давайте соберем все это дело как все это собирается закидывается конта чищая с аккумулятором часть внутрь трубы теперь зажимается надевается пружина и все это дело закручивается конструктив у кнопки на мой взгляд не самый удобный мне больше нравятся кнопки как на крипто нити как на нашим механике то есть простые кнопки которые откручиваются и разбираются сами по себе потому что это делает процесс смены батареи намного быстрее как бы если есть надобность почистить кнопку ее можно будет открутить и разобрать отдельно здесь придется разбирать весь мир мы накрутили саму кнопку закидываем туда изолятор все изолятор стал на место теперь собственно как запустить этот мех мы берем площадку по датам берем вашу дрипку или баг накручиваем площадку по датам на атомайзер затягиваем что хотелось бы сказать резьбы на и не намного лучше чем есть бы на площадке по датам потому что на мой взгляд площадка по датам в плане резьб самое слабое место потому что вряд ли вам будет видно но здесь есть небольшие сколы и вот площадка по датам пришла вот в таком виде то есть это не износ в процессе использования мы накрутили площадку по датам вставляем аккумулятор и закручиваем площадку жарится это дело очень бодро теперь скажу о размерах диаметр данного мехмода составляет 25 миллиметров высота мехмода составляет 88 миллиметров вес составляет 197 грамм как я уже говорил мех нереально тяжелый увесистый очень приятно лежит в руке как вы видели состоит он полностью из меди ну и так как это клон это китайское производство кнопка у меха достаточно тугая и мне в принципе это нравится то есть не будет никаких нажатий ложных он нигде у вас не нажмется в кармане кнопка очень тугая и хорошая но в принципе что друзья давайте поднимемся наверх подведем выводы и посмотрим как валит этот монстр потому что но это нереально жирный мех с нереально жирными стенками и скажу заранее меня он не разочаровал ну что ж друзья вы посмотрели как этот монстр валит скажу по минусам главный минус в этом мехе для меня это конструктив касаемо кнопки и касаемо площадки по датам потому что я привык к мехам с литой площадкой которая составляет единое целое с телом самим самого меха и с кнопкой как у симпла как у Russian mechanic как у многих других мехов как у криптонита например которую вы можете просто разобрать отдельно и почистить в зависимости от надобности наличие такой кнопки также упрощает процесс смены аккумуляторов здесь же чтобы поменять аккумулятор вам приходится выкручивать сам атомайзер вместе с площадкой по датам мне это не особо нравится но в принципе с этим можно смириться площадку по датам здесь приходится накручивать достаточно плотно если вы например захотите поставить сюда другую дрипку то скрутить площадку будет весьма проблемно во первых потому что в процессе использования мех греется откручивать горячую дрипку это тоже как вы понимаете не очень удобно и площадка садится на сама там очень плотно и мне зачастую нужны были круглогубцы чтобы открутить эту площадку второй минус касается уже качество данного клона мне очень не понравились резьбы на площадке по датам во первых все резьбы что на кнопке что на самом теле меха что на площадке по датам были грязные их пришлось чистить но к площадке по датам я имею больше всего претензий потому что резьбы на ней имели небольшие сколы были на первый взгляд даже немножко неровными но в принципе площадка становится хорошо все собирается нормально возможно это такой не особо значительный минус мы в плане эстетики потому что на контакте это особо не отобразилась что хочется выделить из плюсов для меня первый плюс это то как жарит этот мех потому что у него очень толстые стенки у него очень жирная хорошая медная кнопка кнопка нажимается очень туго а что мне нравится потому что я не люблю мехи с магнитными кнопками которые нажимаются очень очень легко он очень увесистый очень хорошо лежит в руке риги имеют очень минималистичный дизайн то есть это просто какой-то один цвет и вышка которую все помнят я давно себе хотел хороший клон рига потому что оригинальный риг мне не позволяют купить финансовые возможности потому что на данный момент оригинал второго рига стоит что-то около 18 тысяч рублей данный клон на сайте redsigar стоит две с половиной и на мой взгляд если принять во внимание его внешний вид то как он жарит то как он лежит в руке так как он вообще ведет себя в использовании можно закрыть глаза на конструктив и приноровиться менять аккумуляторы и просто гонять с одной дрипкой на этом мехе не меняя ее на улице или где-то еще в принципе если друзья захотят купить хороший клон рига я буду советовать именно этот потому что к нему нарекания у меня минимальная потому что он реально очень хорошо жарит за счет толстых стенок и хорошего контакта с кнопкой что еще хотелось бы сказать диаметр данного меха составляет 25 миллиметров дрипки в 24 и в 25 миллиметров будут смотреться на этом мехе весьма и весьма неплохо но дрипки 22 миллиметра они будут утапливаться в само тело меха потому что площадка по датам будет закручиваться внутрь и тянуть за собой саму дрипку для кого-то это минус но в принципе для меня это не имеет особого значения что я могу сказать в итоге мне этот мех очень понравился потому что я давно хотел себе хороший клон рига здесь за сравнительно небольшую стоимость вы получаете хороший продукт который отлично жарят и может использоваться в качестве competition с этапа свое мнение я высказал верить мне или нет решайте сами с вами был skyward всем пока